Всем привет! Я рада вас видеть на своём канале. Сразу скажу, что не беспокойтесь, у меня немного мокрая просто голова. Недавно помыла голову и уже решила снимать видос для вас. К концу видео у меня волосы уже высохнут, потому что сегодня нас с вами ждёт очень интересное и долгое видео, а то есть ваши истории, которые вы присылали мне в Телеграме. Посмотрите, что у меня стоит вот здесь. Это новенький блокнот от Саши Трусовой, точнее, с Сашей Трусовой. Он очень классный. Его обзор и артикул, который есть на Wildberries, я оставлю в своём Телеграм-канале. Ну а мы с вами начинаем с тех историй, как люди начали заниматься фигурным катанием. Вот. Моя история есть уже. Есть ещё большое видео, где я читала истории, как вы начали тоже заниматься фигурным катанием. Очень разные. И сейчас я ещё прочитаю две истории. Начинаем. Привет. Меня зовут Эля. С трёх лет я занималась фитнес-аэробикой. Это такой вид спорта. И немного бальными танцами. И я с самого детства интересовалась спортом. Следила за нашими спортсменами. И в 2018, когда мне было 8 лет, я смотрела Олимпиаду. И когда настали дни, когда было ФК, я болела за наших девочек. Когда я посмотрела катание Жени и Алины, я влюбилась в ФК. Я очень хотела заниматься ФК, но я занималась фитнес-аэробикой, потому что мама заставляла. Я её очень просила, чтобы она меня отдала в ФК. И в 2022 году, когда прошла ещё одна Олимпиада, я решила, что брошу фитнес-аэробику и пойду на ФК. Мама говорила, что она подумает. Она в меня верила, но не очень хотела, чтобы я занималась. Я рассказала бабушке. Она сказала, что я уже старая для этого вида спорта. Тогда мне было 11. Сейчас мне 12 месяц назад исполнилось. Тогда я разочаровалась. И как-то один раз я купила книгу Адрины Сотниковой. И поняла, что начинать никогда не поздно. Дала маме прочитать. Она сказала, что финансово она мне поможет. А дальше всё зависит от меня. В школе у нас висело объявление. Тренер по фигурному катанию. Я записала номер телефона. Мне сказали, что у меня уже ничего не получится. И мне если идти, то только на любителя. Но я хотела на проф. Рассказала маме. Она сказала, чтобы я пошла на любителя, а потом, может, возьмут в проф. И 14 мая к нам приехала ледовая шоу Плющенко. Там было много популярных фигуристов. У нас в городе много катков. И я решила, что буду ездить в ближайший каток. На машине до него ехать минут 15-20. А на автобусе минут 30. Плюс минут 10-15 пешком идти. Решила я начать в начале июня. Но потом, в начале июня, я посмотрела один сериал «Молодёжка». И мне понравился хоккей. Я себя долго переубеждала, что нет, Эля, ты же хочешь заниматься ФК. Но потом я не знаю, что со мной произошло. Но я решила заниматься хоккеем. Я пять месяцев ждала, чтобы им заниматься. Я позанималась три недели. У нас были каждый день тренировки на льду, кроме воскресенья. Иногда мне приходилось ехать на другой конец города, чтобы тренироваться. Когда у меня были каникулы, я два раза в день занималась. Но потом я поняла, что я с 2018-го так сильно захотела заниматься ФК. И да, мне постоянно друзья, знакомые говорили, что хоккей — это не женский вид спорта. Но я так не считала. Ведь если человек хочет, то пусть занимается. Я поняла, что в женском хоккее нет перспектив, потому что в России женский хоккей не такой уж популярный. И решила, что точно буду заниматься ФК. Хотела заниматься в этом же ледовом спорткомплексе, потому что там я занималась хоккеем. Когда я еще занималась хоккеем, мне было тяжело морально. Когда я каталась и играла, в голове было фигурное катание. Зимой я ходила на открытый каток. Он у нас был рядом. Мне до него было дойти минут пять. Ходила я на него каждый день, какие были прокатные всегда. И мы с родителями сейчас продаем всю экипировку. Думаю, сама понимаю, что хоккейная форма дорогая. Для ФК мне нужны только коньки и сумка для ФК. У меня был спиннинг, но я его потеряла. Мама сказала, пока она не продаст экипировку, я не пойду на ФК. Восемь лет занималась фитнес-аэробикой. Я люблю танцевать. Думаю, у меня получится. Я в себя верю. Это, конечно, не все. Но я так много написала. Извини, что так много. Надеюсь, я попаду в видео, чтобы другие знали, что начинать никогда не поздно. Спасибо тебе большое. Передай привет, пожалуйста, Элли. Передаю привет, Элли. Я очень рада, что ты будешь все-таки заниматься фигурным катанием. И действительно, спустя столько лет это очень хорошо. И я надеюсь, у тебя все получится. Передаю привет. Обнимаю. А мы переходим к следующей истории. История от Ксении. Так, давайте же слушать. В декабре прошлого года я впервые услышала и что-то узнала о фигурном катании и начала смотреть ледниковый период. А затем я узнала о Ане Щербаковой, Александре Трусовой, Камиле Валиевой и так далее. Начало февраля. Олимпийские игры, золото Анны, истерика с Сашей и давление на Камилу. Мне тоже пошло на пользу для развития фигурном катании. Я начала делать слоумо про них, смотреть их выступления и узнавать их прошлое. Я стала фанатом фигурного катания. Март. Завожил аккаунт в ТикТоке. Сейчас там уже 49К. Я пытаюсь разобраться в прыжках, делать аксель и перекидной с плохой техникой, и во фигурном катании не пахнет. Хочу напомнить, что я занимаюсь уже 6 лет танцами, и моя сестра тоже. Май. Заканчивается сезон, и все большие соревнования прошли. Ну а я же начинаю следить за телеграммом Неопознанной, где еще узнаю про некоторых фигуристов. Июнь. Мы переезжаем на дачу, потому что у нас ремонт в квартире, и у меня появляется возможность тренироваться на улице. На тот момент я еще не тренировалась, а начала только в конце июля. Июль. Ищу крутой аккаунт про фигурное катание. Август. Этот месяц для меня очень важен, и это самый запоминающийся месяц. 1 августа я нахожу аккаунт Алена Айс и смотрю все ее видео. Как приятно. 4 августа осмеливаюсь написать Аленочке, и на мое удивление мы быстро разговорились и начали общаться. С того дня мы часто созванивались по вечерам, общались и рассказывали друг другу, как прошел день. Днем тоже иногда созванивались, но уже тренировались. Именно Алена мне доказала, что в любом возрасте можно начать заниматься фигурным катанием, и очень сильно ее благодарю. И когда я обдумывала, я решила сказать маме, и она мне разрешила. Я знала, что моя лучшая подруга занимается фигурным катанием у тренера мужчины, и естественно, чтобы частью встречаться, я хотела именно к нему. Но в этом году он никого не хотел брать, и мы узнали про другого тренера. 24 августа. Моя первая тренировка, которая запомнилась мне на всю жизнь. С того дня я стала фигуристкой. Сентябрь. Покупка профессиональных коньков. И потихоньку начинаю осваивать минимальный набор на соревнования по разряду первые шаги. Да, многие даже такого разряда не знают, но в нашей школе нельзя без него. Если вкратце, то это тоже разряд, просто с несложными элементами. Хотя для кого как? Ну, и это детский разряд. Начало октября. Мне начинают ставить программу под песню «Прекрасное далеко», и 22 октября проходят мои первые соревнования в жизни. Для меня главное было это защитить разряд, чтобы меня допустили к следующему. И я его защитила, но заняла четвертое место. На данный момент, когда я пишу 28 октября, и завтра уже соревнования, я защищаю разряд «Юный фигурист». И да, он у нас тоже обязательный. Мне изменили программу и добавили сальхо-фотолуп. Если что, после разряда «Юный фигурист» идет третий юношеский. Не будем забывать, что «Юный фигурист» я еще не сдала, но скольжение, несмотря ни на что, я, точнее, мой третий лет планирует 11 ноября. Я сама морально-физически, а сама морально-физически я не готова. То есть эту историю мне писала Ксюша в октябре, и сейчас, насколько я знаю, она сдала «Юный фигурист», она выступает по третьему юношескому. Хотя вы сами могли заметить, что она занимается очень еще мало. И поэтому, опять-таки, скажу, ребята, никогда не поздно, у вас все получится. Если много тренироваться, то очень быстро можно добиться хороших результатов. Ну, а мы с вами переходим к историям смешным, поучительным. Сейчас я расскажу не так много историй, но будет вторая часть, где я расскажу оставшиеся истории. Если что, почти все истории попадут в это видео. Вчера я была на тренировке. Мы делали саночки-тур, потом саночки-тур-разворот. И некоторые девочки отпячивали свой персик назад. И тренер такая, девочки, персик свой убрали. А еще она кричит, типа, девчонки, худеем, худеем к лету. И мне она еще сказала, у кого-то от приседаний щеки покраснели. Да, фразы, фразочки тренеров, это, конечно, отдельный вид искусства. У каждого тренера есть свой шарм и свои шуточки. Это разбавляет атмосферу на тренировках, поэтому просто это обожаю. Следующая история. Когда я занималась фигурным катанием на тренировке, произошел инцидент с моей подругой. Она приезжала мимо вращающейся девочки и стала кататься рядом. Закончилось тем, что она сильно поранила ногу, так как слишком близко подъехала. Потом все было хорошо, нога зажила. Да, это действительно очень страшная история, поэтому небольшой такой совет, что держитесь подачи от человека, который рядом с вами. То есть подачи чуть-чуть отъезжайте, чтобы случайно не убили вас. Вообще, очень это все страшно. Фигурным, когда немного травм за красотой стоит много страшного. На тренировке мы с подругой решили прыгать луц. Мы долго прыгали и решили прыгнуть синхронно. Мы идем на прыжок и прыгаем, а прыгнули мы в одном месте. Мы ударились головами, коньками, ну и упали. Потом смеялись на всю раздевалку. Выглядит страшно, если вместе так ударились. Но действительно, такие истории бывают. Хорошо, что все закончилось хорошо. В 2015-м перед соревнованиями кусочки пластика или стекла подкинули в коньки. Слава богу, у меня были носки толстые. Все равно поранилась, а девочку выгнали позже. Это капец! Это действительно похоже на сюжет каких-то сериалов и фильмов, где соперники подкладывали в ботинки там вот это вот стекло и что-то еще. Либо лезвие портили. И я считаю это ужасным. Надо соревноваться честно, не портить и копировку. Поэтому, да, очень, конечно, видно, что такие бывают люди, которые все портят. Приветик! Моя история будет про дружбу в фигурном катании. На тот момент я и моя подруга, это было примерно середина лета, не занимались с тренером. На тот момент я прыгала все одинарные прыжки, включая аксель. Делала много вращений. У моей подруги же были корявые одинарные прыжки без акселя и несколько вращений. Плюс она не умела делать перебежку назад и левую сторону. Потом она попросила родителей поговорить с главным тренером и взять ее в профессиональный спорт. Ей 11 лет. Сначала тренер отказал, но родители очень сильно и много-много просили. И в итоге они ему надоели. Он решил взять ее из жалости. А меня в это время записали в любительскую группу. На нашу тренировку один раз пришла эта моя подруга. Она подкатывалась. На тот момент она учила болчок, и мой тренер привел мой элемент в пример ей. В этот вечер она мне написала то, что я недофигуристка и недостойна ей быть. Также она украла у меня перчатки. Она меня везде заблокировала. Ну, я, конечно, перестала с ней общаться. Недавно произошла такая история. Я очень хорошо владею контилеймером с прогибом и делаю его на массовом. После этого элемента ко мне подъезжает эта подруга со своей подругой и начинает мне говорить. Ты сначала прыгать научись, а в этом уже делай, как Саша Трусова. Ну, собственно, я на них посмотрела и уехала от них. Эта подруга так и не прыгает такси и что-то говорит про меня. Это трэш, конечно. Ну, да, люди всякие бывают, такие завистливые. Это очень плохо. С такими людьми и я сталкивалась. Они есть повсюду вообще. Поэтому, да, очень жаль, что такое бывает. Ну, это спорт. Если честно, то, мне кажется, она просто тебе завидует. И всё. Это было месяц назад. Я занимаюсь фигуром катания, но об этом в классе никто не знает, кроме моей ЛП. И то я ей рассказала только потому, что мне нужна была поддержка перед сдачей на разряд. И вот наступил день соревнований. Этот день мог быть самым страшным для меня, если бы не ЛП. Она с самого утра написывала мне, что какая я крутая и вроде того. Мне было очень приятно. И вот я ей написала, что выступаю буквально через 2-3 номера. И тогда случилось то, что я никак не ожидала. В нашей классной группе с учителем, большинство одноклассников и классная руководительница написали мне пожелания и то, что я займу первое место и всему подобное. Я была в полном шоке и параллельно очень благодарна не только всему классу, но и ЛП. Ведь это всё устроила она. Вот такая история со мной случилась. Да, очень хорошая история. Действительно, поддержка перед соревнованиями очень-очень важна. Она помогает настроиться. Привет, вот моя история. Пришла я на первое занятие по ФК. Тогда я ещё даже не знала о существовании профконьков. Мы вышли на лёд. У меня были обычные дешёвые коньки. Сначала была раскатка. Я еду и чувствую, что один ботинок отделывается от подошвы. Я стою посередине льда со сломанным коньком. Мне помогли дойти до скамейки. После этого полгода я не занималась ФК, но после лета начала. Вот так вот. Но было стыдно и смешно. Жесть! Вот мораль этой истории, что не покупайте плохие коньки, даже если вы только начинаете заниматься фигурным катанием. Вот как тут написано первое занятие. Мало ли что может случиться, да? Коньки, они бывают разные. Поэтому лучше сразу покупать более-менее такие твёрдые. Это жесть! У меня тоже была похожая история, но у меня конёк сломался не прямо на льду, а просто, по-моему, я прыгала перекидной, каблук отвалился. Но я как-то доковыляла и сняла эти коньки. Вот. Да. Очень жаль, что существуют такие плохие коньки, что я могу сказать. Алёна, привет! Расскажу тебе свою историю, так как это анонимно. В общем, меня родители отдали в детстве в три года в какую-то группу. Мы там просто занимались. Нас развивали по типу «возьми такой шарик такого цвета и привьи сюда». Я ходила туда с трёх-пяти лет. Сначала было очень легко, а потом нагрузки стали усложнять. И я была очень активной спортивной девочкой в детстве. И когда мне было пять лет, тренер подходит к моей маме и говорит, «У вас такая замечательная, энергичная девочка. Не хотите её отдать в большой спорт?» Мои родители согласились и спросили, а в какой? Он ответил, что можно в ФК или шорт-трек. Или если не хотите на льду, то можно в зале. А мои родители очень любили ФК, но почему-то меня сами туда не отдали ещё в три года. Они согласились на ФК, мне купили всё, что нужно для ФК и начались ежедневные тренировки. И вот, когда мне было восемь лет, я начала учить тройные прыжки. Так как я выступала, и у меня были все разряды. И когда я собрала все тройные прыжки, кроме акселя, так как ещё рано, у меня не получалось собрать лутс. Это мой нелюбимый прыжок. Даже двойной у меня выходил не очень. И тогда мне сказали, пока в зале не прыгнешь подряд 7 идеальных тройных лутсов, на лёд не выйдешь. Я начала усердно тренироваться, но в один прекрасный момент, где-то через 10 дней я прыгнула. Да, я прыгнула 7 подряд тройных лутсов. Я пошла на лёд. Начали после раскатки и вращения пробовать одинарные, потом двойные, так как был большой перерыв. И всё шло отлично. Даже двойной лутс получился. Но вот я захожу на аксель, и я падаю. Дикие оры, слёзы с меня снимают конёк. А там, там был трэш. Был очень сильный перелом. Косточка практически сломалась до конца и сдвинулась. Нужна была срочная операция. Меня отвозят, и каким-то чудом уже через 15 минут мы приехали. По дороге сделали обезвол, и потом меня положили на операцию. Убрали вот этот двиг кости. Я ходила два месяца в гипсе, потом были небольшие тренировки, просто ходьба на беговой дорожке. И вот через полгода я опять на льду. Какая же была радость, что я не потеряла вращение и так далее. Но вот тот самый прыжок я прыгнула почти что чисто, всеодинарный. И вот он, тот самый заход на двойной аксель. Я... и только я начинаю прыгать, делаю всего один оборот, меня начинает жутко трясти. Я после выезда убегаю с льда на лавочку, сажусь, и у меня начинается жёсткая истерика. Меня трясёт. У меня появился страх прыжков. Я думала покончить с ПК, но я поборола его, и вот 12 лет случается это. Я начинаю учить трену аксель. Вот та самая тренировка перед важными соревнованиями. Я падаю, я опять упала только не с акселя, а с луца. И того самого. Я падаю опять, начинает болеть нога. Но только другая. В моей голове было только одно. Нет, 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 не может быть. А потом слёзы, сильные слёзы. Меня забирают с льда на руках. Сняли коньки, ничего не было. Но нога разрывалась от боли. Мы едем в больницу, и когда приехали, нам говорят, у вас сильный вывих. А так, как это был врач недалеко от Ледового дворца, где я тренировалась, к нему обращалось много фигуристов. Он спрашивал, что же я за прыжок прыгала. Я отвечаю, луц. Он говорит, хорошо, что не аксель. Ещё бы чуть с акселя, был бы перелом ноги. Нужна была бы операция. Спорт бы запретили. И вряд ли бы я смогла ходить без помощи. Через полгода я восстановилась, перестала бояться. И вот сейчас мне 14. Ноги ужасно болят. Хожу на массаж, а врачи говорят, это осадок после перелома. Это не страшно, просто будет постоянно болеть. Без массажа мне никак. Я хожу на них постоянно. Трэшовая история. Я просто даже... Я просто даже не знаю, как это комментировать. Это ужасно. Это ужасно страшно. Мне очень жаль девочку. Это действительно жесть. Плюс одна причина, почему я не люблю прыжки. Вот такое случится, если это же просто будет капец. Это безумно страшно. Просто это такая жесть, ребята. Давайте последнюю историю. У нас с подругой была тренировка. Вроде 18.30. Налет начали запускать. Но не суть. Уже 18.00. И мы подошли к главному входу. Я прикладываю свою карточку для входа помещения. Мало того, что она у меня не работала каким-то образом. Так еще эти карточки больше не принимали. Уже где-то в 18.15. А мы стоим на улице. Мерзнем из-за того, что нам охранник не пускает. Но тут пришел заместитель нашего тренера и пустил нас. Крикнув след. Я сейчас ухожу, но ваш тренер еще не пришел. Ждите. Мы немножко офигели. И тут у меня резко началась икота. Мы уже стоим в коньках около льда. Я икаю и ору на всю ледовую арену. Откройте нам каток. Мне в ответ орет уборщица Екатерина Владимировна, наш тренер, еще не пришла. А я икаю через слово и ору, чтобы нам открыли лед. Это было похоже, будто я напилась. По итогу тысяча рублей занятие было заплачено, а тренировки как таковой не было. А еще хуже, оказывается, мы пришли не на тот лед. Тренировка была на другом льду. Красота. Ну, в общем, не знаю, насколько эта история смешная. Я старалась. Аленочка, я тебя люблю. Крутая история. Жесть, конечно. У меня очень много раз было такое, что я путала катки, проезжала вообще какой-то другой. В этом минус того, что много катков в городе. А еще вот эти охранники — это отдельный, опять-таки, вид искусства. Они никогда не пускают. Я понимаю, конечно, что это их работа, да. Но по мне видно, да, что я пытаюсь сейчас всех тут, не знаю, плохое что-то сделать, да. Тем более охранник видит меня не первый раз. Он же как бы должен знать, что, ну, девочек вот этих можно и пустить. Капец какой-то. Ну что ж, ребят, на этом мы с вами заканчиваем наше видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Пишите в комментариях, нравится ли вам такая тема моих небольших подкастиков, если это можно так назвать. Я с вами всем прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok